Путешествие в Новую Зеландию на вертолёте. На такое приключение замахнулись российские пилоты. Подготовка к путешествию заняла более 10 месяцев. На вертолётах будут установлены персональные спутниковые трекеры, с помощью которых можно будет следить за перемещением экипажей в любой точке мира. Отправиться в путешествие на самый дальний участок Тихого океана по силам только настоящим экстремалам. Отправиться туда на вертолёте ещё большее безумие. Но и для команды пилотов аэроклуба «Хелепорт Истра». Профессионалы своего дела, отлетавшие не по 1 тысяче часов в воздухе, решились на экспедицию из Москвы до Новой Зеландии и обратно. На двух вертолётах «Робинсон» группа совершит более 85 взлётов и посадок. Марка, производящая автомобили «Роллс-Ройс», вдохнула новую жизнь в вертолёты «Робинсон». Двигатель стал меньше, пространства в кабине больше. У нас здесь обычные для «Робинсон» органы управления. Это педали для управления хвостовым винтом. Управление заключается только в перемещении ручки вперёд-назад, вправо-влево. То есть на самом деле мы сейчас ощущаем усилия, поскольку вертолёт не запущен. На самом деле усилия абсолютно нулевые и буквально управляются двумя пальцами вертолёт вот такими микроскопическими движениями. Воздушное судно снабжено необходимыми аварийными поплавками, что позволит в экстренной ситуации посадить вертолёт на воду. Спутниковую связь с бортом будут держать с помощью трекера – датчика, фиксирующего местонахождение команды в любой ситуации. Почти два месяца, четверо пилотов и 10 часов полёта в день. В Австралии команда планирует пролететь над большим барьерным рифом. Добраться туда возможно только по воздуху. Пилоты уже покорили Северный полюс. Они совершили кругосветное путешествие, отлитав 49 тысяч километров. А эта экспедиция ещё масштабнее. 300 часов полёта. Путешествие длиною в 60 тысяч километров. 20 стран за 59 дней. Взлетаем. Теперь ждём авиатуристов обратно и следим за их путешествием онлайн. Жанна Мамбетова, Арсений Тиньянов, вертолёт 360.